Всем большой привет! И сегодня мы тестируем косметику от Pet Mangrad. Начнем мы с вот такой палетки, которая запала мне душу, купила ее, вот честно, перекупила за какие-то копейки. Так как эта палетка состоит только из сияющих оттенков, всегда нужно такое завершать, мне кажется, какой-нибудь стрелочкой, можно даже небольшой, у меня сегодня прям такие нарисованные лайнером. И если вы не хотите рисовать лайнером стрелку, то можно нарисовать ее тенями, вообще как вы захотите. Можно даже карандашом, в принципе, как вы хотите. Просто мне кажется, что именно со стрелками такие сияющие макияжи смотрятся более законченными. Вот сегодня макияж у меня выполнен этой палеткой, честно говоря, было безумно легко работать. Вы их только наносите, они вот прям сразу ложатся куда надо, они очень легко тянутся. Можно наносить кисть, у меня была плоская кисть для этих целей, чтобы немножко набить пигмент, потому что, ну, пальцами все равно переносится лучше всегда. Кстати, уже тут заслучила. И оттенками из этой палетки можно также выстроить форму. Но все равно мне показалось, что лучше всего заполнять потом, чтобы выстроить пальчиком, потому что оттенок так будет переноситься гораздо ярче. Но все равно на кисть можно тоже их набрать. Будет вполне себе сносно, но так как это все у нас сияющее, то, как я уже говорила, лучше пальчиком. Оттенки из этой палетки, ну, очень уж интересны. Посмотрите, как они сверкают, я думаю, вам не видно. Но я надеюсь, что смогу с ней поближе, и там будет перелив. У нас есть такой здесь, вот, очень интересный оттенок. Когда я смотрю на него вот так, с этой стороны, сейчас с этой стороны к вам, я вижу какой-то зеленоватый оттенок. Когда я поворачиваю на себя, я вижу розовый. Какой-то хамелеон у нас здесь в палетке. Если я наберу его, он будет каким-то розово-коричневым. Мне кажется, там даже не будет видно, что он как-то отсвечивает. На глазах это также смотрится, как будто у него есть какой-то очень темный потон. Но, видите, он переносится розовым. Но я вижу его каким-то коричневым. Следующий оттенок был золотой. Вот этот, он у меня здесь. И вот этот оттенок у меня уже в уголках глаз. И также я использовала такой темный, чтобы нанести его сюда под стрелочку. Подтушевать здесь немножко нижний век. Макияж смотрится очень прикольно, мне кажется, на повседневную носку. Такая палетка будет весьма интересна. Ну, если, конечно, вы любите сияющий макияж, потому что это сияет просто из космоса. Я хочу уже окунуться в это все, потому что это настолько красиво. Я как-то показывала вам в какой-то распаковке. Ну, пигментация у этих теней просто на высоте. Вы посмотрите, какие они красивые. Мне кажется, они достаточно повседневные. Поэтому я оставлю эту палетку, чтобы пользоваться ей каждый день. Потому что она шикарна. Она просто потрясающая. Ей очень легко работать. Я бы не сказала, что здесь макияжа будет как-то много. Но также их можно использовать просто как какие-то акценты. В принципе, может выйти столько, сколько у вас хватит фантазии. Но помимо теней я заказывала еще набор для губ. Помада-карандаш. Пигмент для губ и для глаз. И также вот такой вот глосс. Прозрачный блеск для губ. Также его можно наносить и на глаза. Я уже его тестировала. Честно, я никогда не думала, что блеск может быть настолько липким. И потом как-то до меня дошло, что это нужно специально, чтобы на него залип пигмент. Потому что, ну, это пэт. На это нужно, чтобы пигмент хорошо зафиксировался на губах. Также, чтобы он не скатывался с глаз. Корее всего, именно для этого. Потому что он настолько липкий. Вы никогда не встречали таких липких. Даже если у вас когда-то были прям очень липкие. Нет. Вы такого точно не встречали. Потому что даже когда вы его снимаете с губ, остается липкость. Губы склеиваются так, как будто вы нанесли на них клей. Я прислонила к губам пальцы. И я еле как их отодрала оттуда. Потом пальцы прям, знаете, как будто липкие были. Я вот действительно очень испугалась. Какой-то странный глосс. Но потом все-таки допетрила, для чего это нужно. Блеск очень липкий. Безумно липкий. Я его даже сейчас боюсь наносить. Кстати, спасибо вам за аппликатор. Такой очень удобный. Пахнет какой-то, знаете, как будто печенька с ванилью. Очень похоже. Видите? Теперь давайте попробуем. Такой растопчатый пигмент. Вон идет в такой баночке. Здесь у нас такая защитная пленочка. Чеколай оттуда уже выходит вот эта вот сухая штучка. Все-таки мне кажется, что это было для глаз, а не для губ. Возможно, надо еще сверху нанести блеск, чтобы было точно красиво. Но я не уверена. Но понятное дело, что это не подойдет для повседневной носки. Это скорее всего на фоточки, на видео какие-нибудь, да? Потому что в повседневной жизни вы вряд ли сможете с таким ртом покушать. У вас все, кажется, во рту. И здесь тоже. Давайте я это все смою. Мне кажется, это выглядит вообще непрезентабельно и очень красиво. Вот эти вот салфетки, моя любовь. Придается, кстати, пятерочке. То, о чем я говорила. Безумно липко. И поэтому пигмент круто держится. Он вообще никуда не ушел. Чего? А, нет. Ушел все-таки. Зря это сделано. Сейчас между зубов попало. Я почему-то подумала, что он прям вот будет держаться. Но хочу сказать вам, что я не могу это смыть. Давайте теперь посмотрим на карандаш-помаду. Потому что она действительно вот как помадка. Самая настоящая. Ой. Такое я люблю. Эта помада напоминает мне мою любимую красную матовую помаду от Yves Saint Laurent. Прям вот такая. Красная, которая тушуется в розовый. Это очень красивое тено. Очень яркий. Мне нравится. Но эту помаду очень тяжело наносить. Не в том плане. Потому что если вы косикнете, то она затинтует. Причем так хорошо. Поэтому лучше наносить, конечно, кисточкой. Но у меня вот такую вот я зачем-то кисточку сегодня присла. Не знаю, зачем. Очень ее такой матовый финиш. В этой помаде прям ну очень много пигмента. Очень отличается от Saint Laurent тем, что у нее даже по нанесению ощущения другие совершенно. Saint Laurent наносится, мне кажется, как какой-то бархат. Очень мягко, нежно. А это немного, мне кажется, помадка твердовата. Оттенок очень красивый. Я такое люблю. Мне кажется, мне такое идет. Если вы захотите ее растушевать, то получится прям вот такой ядерно-розовый оттенок. Причем, это я пыталась кистью смыть. Видите, розовенький. И в принципе, когда вы начинаете наносить, она сама потушевывается чуть-чуть. И она потушевывается вот именно в ярко-розовый оттенок. Имейте это в виду. Продукты мне понравились. Пока что вот эту штучку мне еще нужно понять. Но я прекрасно понимаю, для чего ее можно использовать. Я попробовала использовать. Я думала, что ничего не получится. И поэтому решила использовать пигмент сразу на глазах за кадром. Но вы посмотрите. Вот это вообще пушка. Мне кажется, что здесь нужно меньше блеска наносить. Потому что, да, тут все поскатывалось мне. Но это поскатывалось, наверное, из-за огромного количества блесток. А так это все держится просто прекрасно. Нет никакого жения. Поэтому на глаза это точно можно наносить. И мне кажется, лучше не залазить сюда. Но я специально так залезла, чтобы посмотреть, будут ли скатываться на веках. Но здесь, да, подскатывается. Поэтому если сделать какой-то акцент на глазики, можно этим красным пигментом. Конечно, да. Здесь же я уже выстраивала форму при помощи блеска. И на него вот так приклеивала. Отлично наносится на блеск. Никуда ничего не съезжает. Здесь, кстати, вот немножко тут отсыпалось. Все-таки вот здесь. Мебель у меня осталась чистая после этих блесток. Ничего не летит. Все хорошо. Интересно было сделать такую стрелку. Мне кажется, это лучший вариант для блеска и для этих блесток. Потому что здесь ничего, вкладки вверх не забиваются. Все хорошо и отлично лежит. Поэтому вот такие вот стрелки, мне кажется, пойдут. Особенно, знаете, на Новый год сделать. И реально устроить тест-драйв этим блесткам. Ну а на этом все. Увидимся с вами в следующем видео.